здравствуйте дорогие друзья морскую тему сегодня вам предлагаю очень плотно будем общаться мастихинчиком вот ну и кисти конечно тоже не исключаем здесь какой-то какая-то область скалистая и здесь участок то есть это средний план передний план и дальний план там у нас будут облачка ну вот кто вот только пришел на мои занятия покажешь что он тут делает вообще это так не пишут картины но на самом деле просто у человека отсутствует полностью страх перед работой добавляю туда немножко ультрамарин добавляю туда официей голубой чтобы какой-то дать разнообразие но держу в голове что у нас есть как бы три уровня три уровня воздушные воздушного пространства до переднего плана среднего и дальнего плана и вот эту плавную градацию растяжку я соблюдаю допустим какой-нибудь кадмий желтый светлый плюс зеленый плюс бирюзовый о это уже что-то интересное сложное но ни в коем случае не в чистом виде это все использую так вот сюда замешались какие-то фиолетовые но это нормалек это все вот этот симбиоз вот этого слияния нам только на руку обратите внимание свет я пока сейчас не пишу я работаю в темных в темных отношениях беру сиену беру фиолетовый и мне надо показать камень переднего плана да наверное такая живопись вам покажется очень нагловатой такой даже где-то нахальный но если вы научитесь писать в подобной манере у вас абсолютно исчезнет любой страх какой был перед началом работы ну примерно надо понимать как ведет себя море какова природа морская чтобы not брать даже из головы какие-то сюжеты и потом их использовать в своих наработках смотрите ребят вот это все подсыхает и мы можем по подсохшему уже наложить мастихином так как мастихин у нас мастихину поливать высох не высох слой то есть можно по тому слою который еще поддается который еще довольно таки сыровато можно внедрить какие-то оттенки и это будет нормально это то есть это даже произойдет вот это вот слияние интересное есть какое-то пятно есть у нас какой-то уже сюжет можем отталкиваться от этого участка и работать допустим ага что-то состоялось давайте попробуем относительно вот этого сделать вот это и как она сработает то есть как он она у нас соберется в итоге вот такими категориями мысли может быть это не сразу понять и наверное навряд ли сразу это поймешь надо это прочувствовать ну знаете попроще объясню вот смотрите есть у нас что-то уже более-менее какое-то детализированное остальное все непонятно и такое вот все очень мутное все в дымке вот и и мы начинаем потихоньку собирать то есть доращивать до добирать до вот такой детализации например вот этот кусок потом этот кусок начинаем соединять вот с этим куском и картина как бы складывается вот этот весь наш пазл начинает складываться теневая часть фиолетовый плюс сиена чуть-чуть туда ультрамарина добавляя чтобы подуспокоить и не было не было у нас одинакового оттенка на переднем плане и на среднем как я уже говорил эти цвета они совершенно ну как бы не то что там совершенно разные а на один на один тонн будут ниже нежели вот это то есть это контраст не это уже чуть-чуть успоко поспокойней и дальние там допустим какая гряда камней она будет совсем уже такая вот практически призрачная то есть понимаете да акцентирую вот здесь а края края жесткие я убираю и свожу на нет небо она всегда дает отражение и вот эту вот это отражение мы показываем вот такими вертикальными проявлениями и горизонталью все это разбиваем у нас еще вот здесь конечно камушек есть но не знаю насколько он нужен не нужен будет композиционно как он будет у нас тут выглядеть это фиолетовый это сиена немножко черных капельку зеленых зеленых это рефлексы так слишком фиолетово фиолетовый нам надо погасить через ультрамарин и черненький после написания после написания картины я убираю некоторые элементы потому что они довольно таки начинают перетягивать на себя внимание и конечно вот эти ненужные ненужные фигуры я их убираю я как как всегда какую-то наволочку нашел там порвал вот этой тряпочкой не замараться мы протираем участок чтобы не ждать высыхания протираем участки там где у нас будут вот эти пятнышки с небом и туда будем внедрять уже чистый цвет какими акцентами опа вот небо ведь появилась сразу сразу другое настроение у картины показалось достаточно пока как там им тереть как они там все это делать это да главное не разочаровываетесь проявите терпение хабелила оранжевый кадмий желтый светлый может быть чуть-чуть охры вот смотрите как свет накладывается я чуть-чуть надо еле надавливаю на мастихин как бы смотрю какая у меня получается фактура у нас есть фотография но мы работаем на ощущениях мы передаем именно а сюжет именно состояние ну вот эта область здесь у нас волна попала на свет то есть есть холодная слева часть а вот это справа то волна то тот участок который попал на свет так давайте солнышко дадим белила кадмий желтый светлый чуть-чуть охры как-то облагородим ультрамарин белила теневая часть вот этой пены ну что-то сделать такое более более динамичная хочется вот эту вот туманность как-то как-то разогнать добавить элементов сделать там небольшие колебания первых вот это вот уберем такого не должно быть а то у нас как-то знаете получилось вот это вот пространство она она проваливалась и не было соединение неба с морем сюда тоже до добавлю немножко голубеньких там как раз тоже отражение вот это работает будет актуально через оранжевый и розовый могут мигнуть на дальнем плане тоже вот такие оттеночки но их надо сделать практически еле заметными мы примерно представляем как работает волна она идет такими ступеньками можно даже по импровизировать в некоторых случаях по простоте данного сюжета здесь очень много цвета очень много интересных переходов и даже вот вы возьмете если эту картину писать многому научитесь очень многому научитесь немножко света добавим вот на эти освещенные камни и будем заканчивать ну что хочу сказать лишний раз убедился что мастихин это и вещь незаменимая в морских пейзажах картины всегда получаются очень индивидуальный очень динамичные вот я специально приблизил насколько это возможно можете посмотреть что-то для себя подчеркнуть но опять же говорю если будете писать мастихином у вас получится это а по-своему то есть вы дадите свой характер этого все но мы стихи нечего вам поможет в этом так ну наверное все подписывайтесь на канал друзья заходите на мою площадку booste там еженедельно я выставляю мастер-классы бывает и по два мастер-класс появляются и будем учиться дальше пока